Слава нашему Господу В сердцах наших производила свою работу, чтобы мы через это имели спасение. За это хвала ему и слава. Я некоторое время назад рассуждал о одной теме, но никак не мог это собрать вместе или как это объяснить, но она как-то была раскидана так, что-то понимал, что-то вроде не понимал. Но когда начал вникать в нее, как бы более интересно стало и понятно, и оказалось не тяжело понять, а просто это было несложно. Но слава нашему Господу, что Бог открывает. Когда начинаешь, я заметил, вникать или просить, чтобы Господь открывал, то Господь начинает открывать. Когда вообще не знаешь даже, на чем начать или какой вопрос решить, оно трудно. Но когда ты просишь, Господь всегда открывает, за это ему слава. И хотелось зачитать первый стих, который, это было заявление Иисуса Христа ко всем верующим в Него. Это Матфея, 5 глава, 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не произойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете в Царство Небесное». Мы как понимаем и знаем вообще, кто такие были фарисеи? Мы знаем, что они читали закон Божий людям, которые слушали народу. И кто такие были книжники? Мы знаем, что они были, которые писали, переписывали свитки Священного Писания, которые как бы передавали это и переписывали, и получается, они были именно книжники. Но я бы даже поставил вопрос по поводу именно этого места, 5 главе, который... «Ибо говорю вам, если не превзойдете праведность вашу, не произойдете праведность книжников и фарисеев, я бы даже вопрос поставил по-другому. Что надо не делать, чтобы эту праведность произойти?» Вы имеете что... Я могу сказать, что я имею в виду, когда мы вместе прочитаем некоторые местописания, мы как бы поймем, почему или как это можно произойти. И давайте прочитаем первое место о мытаре и фарисее, который Христос рассказал. Это Луки, 18 глава. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей став молиться сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обыдчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раз в неделю, даю десятину, часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стояв вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику, сказываю вам, что сей пошел оправдан в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Фарисей поступал правильно насчет поста и десятины. Мы знаем, что это правильно, это хорошо, это, как бы, оно ничто не мешало, но все это перечеркнулось за его высокомерие над другими. Бог гордым, как написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бывает, христиане хвалятся тем, что находятся в посте несколько времени, или, или, там, джетуют куда-то что-то, но, какую-нибудь десятину или, там, но что, вот, почему вот человека, бывает, подталкивают на это? Почему человек начинает это говорить? Это только, как можно сравнить с тем же фарисеем, высокомерие. Это может быть гордость. И еще давайте посмотрим некоторые моменты, что Христос обличал фарисеев. Это Луки, 6 глава, 1 по 5 стих. «В субботу первую по второму дне Пасхи случилось ему проходить за сеянными полями, и ученики его срывали к лосе и ели, растирая их руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, зачем вы делаете того, что не должно делать в субботы? Иисус сказал им в ответ, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взолкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы-предложения, которые не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывший с ним? И сказал им сын человеческий, сын человеческий есть господин субботы. Реакция фарисеев была какая? Зачем вы делаете того, что не должно быть, что не должно делать в субботы? Я даже смотрел в подсрочный греческий перевод, там было как бы написано, незаконно делаю то, что не должно делать в субботу. Незаконно, они даже это поставили как закон. А где был написан такой закон? Где можно найти это? Это просто их было правило, которое они сами придумали по их жестокосердию. Христос привел в пример тот случай, который Давид, когда взолкал, и которые были с ним, слуги, когда убегал от Саула, и дал ему хлебы-преломления, потому что он взолкал. То я вижу, как бы Христос хотел этим сказать, что верующие люди были как милосердные, они не были такие жестоковынные, что ставили такой закон, который был неправильный и перед Богом, и перед людьми было это жестоко. Давайте еще посмотрим, это ниже, в этой же главе, шестого стишка, пример тоже. «Случилось же в субботу другую войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники и же фарисей наблюдали за ним, не исцелить ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но, зная помышления их, сказал человеку, имеющую сухую руку, «Встань и выступи навсередину». И он встал и выступил. Тогда сказал ему Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Довро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех, сказал человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал. И стала рука его здорова, как и другая. Они же пришли в бешенство, говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. В других Евангелиях написано, что как погубить его. Вот такое было у них желание. Как его же погубить? У них, кстати, также были вот эти дилеммы, что можно в субботу, что нельзя. Вот именно у фарисеев, когда они с Иисусом общались или с учениками. Но здесь я не могу понять, почему. Почему такая была у них злоба на Иисуса? Вот, чтобы как погубить? Как бы, если посмотришь, вот тут написано, «Книжники же фарисеи наблюдали за Ним». Значит, они ввели наблюдение, не исцелит ли в субботу, чтобы найти против Него, обвинение найти против Него. Как бы у них, как будто, так, ну, если рассуждать, как будто у них какой-то закон был так же, что насчет исцеления даже. Хотя об этом не пишется. Дай нам, Господь, мудрости, чтобы нам поступать правильно, даже в субботу, делать добро, особенно своим близким, когда это касается здоровья, или смерти, или жизни, чтобы это было с мудростью, чтобы это было не просто по… потому что я так понимаю, я так вырос, но чтобы это было разумно. Давайте также рассмотрим, какое отношение фарисеев было к людям, которые каялись, которые приходили к Богу с покаянием. Это Луки, 7 глава, 36 стих. «Некто из же из фарисеев просил его вкусить с ним пищей. Он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которой была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, пришла, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у него, и, плача, начала обливать его ноги, его слезами, и оттирать волосами головы своей, и целовать ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе, «Если бы он был пророк, знал бы, кто, какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, у одного взаимнодавца было два должника. Один должен был 50 динаеров, а другой 5 десот. Но как они не имели чем заплатить, он простил обе им. «Скажи, который из них более возлюбил его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которым более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне не дал, на ноги не дал, а она слезами облила меня, ноги и волосами головы свои терла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты голове моей маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила многое. А кому мало прощается, тому тот мало любит. И возъезжавшись с ним, начали говорить про себя. Кто это, что прощает грехи? Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Из этого случая можно определить и увидеть, каково было отношение фарисея к грешникам, люди, которые приходили с покаянием. Мы понимаем разницу, между которым человеком, живущим во грехе, или которым человек кается. это большая разница между ними. Но его мышление можно увидеть, если бы вот так к нему пришла эта женщина, наверное, не принял бы как Христос. Скорее всего, наверное, он бы сказал, «Иди от меня, грешница, не подходи ко мне». Чтобы не стать, как этот фарисей, а я знаю этого человека, его жизнь, можно сразу сказать, а я знаю, кто он такой, а я знаю его жизнь. А Христос видел сердце. Вот Христос видел не только снаружи человека, а он увидел ее сердце. Поэтому он так ему привел этот пример, насчет, которые были должники, и показал вообще, как фарисей рассудил, показал ему, как он был неправ, когда человек осуждает так, другого человека, не зная, что у него в сердце. Давайте прочитаем еще, как фарисей осудили учеников Иисуса за нарушение заповеди. Это Матфея 15 глава, по 1 и по 14 стих. Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи, и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Он же сказал им в ответ, «Зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай и отца, и мать, и злословище отца и мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тогда может и не почитать своего отца или мать свою. Таким образом вы приступаете заповедь Божию, преданиям вашим. Лицемеры, хорошо пророчество о вас, Исайя говоря, «Приближаются ко мне люди сии устами своими, и чут меня языком своим. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учениям заповедям человеческим». И призвав народ, сказал им, «Слушайте и разумейте, не тот, что входит в уста, скверняя человека, но тот, что выходит из уста, скверняя человека». Тогда ученики его, приступив, сказали ему, «Знаешь ли, что фарисеи услышали слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится, оставьте их, они слепы вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Да можно здесь увидеть, что они читали, и изучали заповеди человеческие. Сразу заметили, что ученики сели за стол, или где они садились, не умыли рук своих. Конечно, это хорошо, омывать своих рук перед едой, но когда это ставится как закон, или ставится, что человек, если это не сделает, то это грех. Вот тут была и проблема их. Давайте прочитаем следующий пример. Это Матфея, 23 глава. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, «На Моисеем седали, и сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам, соблюдайте, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобосимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. И все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои, и увеличивают в вас крылья одежь своих, также любят возлежание на персвежествах и предстояние в синагогах, и приветствия в народах, в народных собраниях, и чтобы люди их звали учитель, учитель». А что книжники и фарисеи велели соблюдать? Тут написано, мы прочитали, что велят вам, соблюдайте. Что они велели соблюдать? Мы как вначале говорили, что они читали закон, вот они и велели соблюдать закон. Потому что написано, они сели на Моисеев, вот почему написано, они сели на Моисеев седалище. А что было дано Богом Моисеем на горе Синай? Мы знаем закон, или, как говорят, скрижали каменные заповеди. Это было дано Моисею. И Моисей передавал закон народу. И мы знаем, это точно самое делали книжники и фарисеи. Они передавали этот закон народу. Вот именно об этом Иисус сказал, соблюдайте и слушайте их, но по делам их не поступайте. И дальше тут написано за то, что они еще восширяли, точнее, сейчас я прочитаю, хранилища свои, расширяли хранилища свои, увеличивали, воскрыл одежь своих. Я когда посмотрел, думаю, как это за одежды можно восширять или расширять, это как бы, ну, точнее, посмотрел в греческом подсрочном переводе, там говорится о имена кисть, кисти, которые висели на краях их одежды. Они именно делали их побольше, как бы, чем они были, видать. Это же, как чтобы видели их люди сдалека, потому что ты, может, маленькое не увидишь, а сдалека увидишь. И вот, что внутри их было, что их двигало это делать. Я же соблюдаю 10 закон, 10 заповедей, сдалека, наверное, чтобы видно было людям. И это, это что, внутри двигаешь, движет человека, когда он это делает. Христос тогда за такие поступки сказал им, лицемеры, это, это дела плоти, которые в Галатам записано в 5 главе за дела плоти. И там, в конце, в 21 стишке написано и тому подобное, когда перечисляется дела плоти, прелюбодиане, блу, там, и там, длинное перечисление. И в конце говорится и тому подобное. Я думаю, к этому можно и даже присоединить дела плоти, это лицемерие. Вот это лицемерие было в них, что они делали вот это все перед людьми, не перед Богом, а перед людьми. И пророк Исаия говорит о них, это в 28 главе, и стало у них слово Господнее заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, так что они падут и упадут назначь, и разобьются, и попадут в сети и уловлены, и будут уловлены. Опять хочется к тому месту возвратиться, которое самое первое я прочитал, что Христос сказал, если ваша правость не произойдет правности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное. Вот хотелось узнать, что и как это происходит, чтобы произойти правильность книжников и фарисеев. Как человек может, а может ли он? Самое первое, я думаю, это вера в Иисуса Христа, которой у них не было, потому что они делали дела, но не верили в Него. Они в бешенство пришли, когда Иисус говорил им. Они хотели как погубить Его, они не верили в Него. Это самое первое, которое человек может иметь, это верование в Иисуса Христа. Римлянам 4 глава. Ибо что говорит Писание? Павел поверил Авраам Богу и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а делающему но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, который Бог вменяет в праведность, независимо от дел. Блаженный, чьи беззакония прошены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменяет греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к не обрезанию. Мы говорим, что Авраам веровал, вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, не до обрезания, а знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую Бог предназначил нам исполнять. Им не обрезан и вменилась в не обрезании. Так что он стал отцом всех верующих в не обрезании, чтобы им вменилась в праведность. когда Авраам вменилась в праведность, доброе знание мы знаем, прочитали, так и в наше время человек, когда верит в Иисуса Христа, это вменяется ему в праведность. И когда он начинает делать какие-то дела, и это как заключение завет с ним, водное крещение, или ревнует и принимает Духа Святого, это дела веры, которые Бог призназначил нам исполнять. Об этом также апостол Павел говорит в Эфесяне 2 главе, ибо благодатью вы спасены через веру, и сей не от вас, а Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог призназначил нам исполнять. В послании к Римлям также в 9 главе 30 стиха что же скажем, язычники искавшие праведности получили праведность от веры, а Израиль искавший закона праведности не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень приткновения, как написано вот полагаю в Сионе камень приткновения и камень соблазнен, но всякий верующий в Него не постыдится. Если человек не верит, не принимает веру Иисуса Христа и пытается исполнить закон, то это ему не вменяется в праведность. Если мы принимаем веру Иисуса Христа, то автоматически последует последует и плоды веры. Когда человек начинает верить в Иисуса Христа, который Бог начал нам исполнять, тогда человек становится праведным перед Богом. А какие плоды веры в человеке начинают происходить, когда он верит в Иисуса Христа? Не дела, а плоды веры, потому что это разница. Галатам 5,22 Вплоть же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона, но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны, не будем тщеславиться друг друга раздражать, друг друга злословить. Завидовать. Я себе хочу задрать вопрос, и также вам, как я поступаю и верю перед Богом? Угодно это Богу? Вот моя вера, мои поступки, потому что фарисеи тоже, как сказать, имели хорошее намерение, хорошее желание, в какой-то степени, может, это и была их вера, как, чтобы не собирать колоссия в день субботний, это же хорошо, это же неплохо, идти, не собирать их, потому что это растирать надо руками, это же, ну, можно сказать, это неплохо, это хорошее желание, или, как бы, там, руки умывать свои, тоже правильно, это ничего тут плохого тоже нету, или расширять свои хранилища, свои, которые у них висели, кисти, расширять, ну, тут тоже ничего неплохого, но для чего, для чего, каков был их мотив это все делать, что ими двигало, когда человек что-то говорит, или говорит, вот это правильно, или вот так правильно, почему, угодно это Богу, или это просто показать праведность перед людьми, с одной стороны, вроде смотрится, как бы, да, это все правильно, это неплохо, но какой мой мотив, когда я говорю человеку, что вот так надо поступать, или вот так, и этот человек не может найти по Писанию, как бы, показывается по Писанию, но точнее, как, например, расширение своих кисти, где можно было это найти в Писании, чтобы это надо делать, но там было написано, это был закон, чтобы они носили на краях одежи своих, это был закон, да поможет нам Бог, чтобы мы поступали не по желаниям нашей плоти, но поступали по духу, тогда мы будем праведными пред Богом, как написано, праведный дотворит правду еще, а святой досвещается еще, за все ему слава, аминь. субтитры